Двум пятилетним сестрам-близняшкам с одинаковым заболеванием требуется 200 тысяч рублей на покупку специальных ортопедических приспособлений. Так называемые тутеры фиксируют хрупкие суставы и помогают скорее восстановиться после многочисленных операций, которые приходится переносить хрустальным девочкам. Не такие, как все. Таких, как близняшки Влада и Татья называют хрустальными. Из-за генетического заболевания их кости настолько хрупкие, что девочки могут сломать руку или ногу, попросту слезая с кровати или сделав резкое движение. С первых дней их жизни вся семья старается не разбить девочек. Слезая попой со всех кроватей, со всех возвышений, это не знают у нас с самого детства. Если падает, что падает вперед на руки, это у нас тоже, потому что если она падает назад, то это как бы все, это там и позвоночник, и бедра, и все. Несмотря на то, что девочки под постоянным присмотром, уберечься от травм получается не всегда. Вот Лада последний раз неудачно повернулась, видимо, на скручивании сломала себе бедро. Любимые занятия близняшек те, что безопасны. Смотреть мультики, петь и рисовать. У девочек и так на двоих более 40 переломов рук и ног, ключиц и ребер. Врачи вживляют сестрам стальные тены. Они служат опорой и не дают косточкам ломаться. Вот только по мере того, как кости растут, нужно вставлять новые и новые металлические спицы. Делает это врач-травматолог. Для девочек уже просто тетя Оля. Влада хочет быть похожа на нее и тоже лечить людей. А Стасия мечтает стать феей и с помощью волшебства сделать свои ноги красивыми и крепкими. Чтоб ноги были ровные. Чтобы мальчикам нравиться? А для чего? Чтоб можно было бегать. А тебе хочется бегать? Так, а где бы ты хотела побегать? На улице с мирой. У близняшек редкое заболевание. Несвершенный остеогенез. Но заболевание это излечимо. Существуют массажи и упражнения для укрепления мышц. Специальные аппараты для восстановления костей. Через месяц мне снимут гипс и я буду ходить. А вот Тайсет только еще предстоит сделать операцию. 10 мая. Антон Старков, Павел Панов и Александр Окунев. Life78. Мама девочек Юлия рассказала, что ее дети особенно любят смотреть шоу «Голос» и мечтают попасть на большую сцену. Приблизить осуществление заветно детских желаний помог четвертьфиналист этого конкурса Николай Заблоцких. Вместе со Стасией и Ладой Грудановыми он отправился в студию, чтобы записать первую совместную песню. С места событий наш корреспондент Василий Михеев. Здесь, в самом центре Петербурга, в одной из студий звукозаписи, две пятилетние девочки, Лада и Стася, записывают свою первую профессиональную аудиозапись. Песня эта, пожалуй, самая детская. Как вы слышите, от улыбки станет день светлее. Первая запись и достаточно большое волнение. Сейчас мы все-таки пройдем в студию, где все это таинство и творится, и немножко отвлечем наших артистов. И в этой студии вместе с девчонками сейчас записывается четвертьфиналист шоу «Голос» Николай Заблоцких. Чуть-чуть отвлечем наших артистов. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Часто ли участвуете в подобных проектах и как с детьми работается? Вы знаете, не часто, но когда участвую, я очень доволен и получаю удовольствие. Работать с детьми не так уж и просто, но тем не менее, надо их расположить к себе, и когда ты это делаешь, получается очень здорово. Оцените потенциал наших будущих звезд. На шоу «Голос» пойдут? Все, идем по-любому, по-любому идем. Девчонки, как вам студия, как вам с дядей работается? Хорошо. Вообще, это участник шоу «Голос». Вы «Голос» смотрите? Хотите на детский попасть? Да. А что здесь в студии больше всего понравилось? Мне барабаны. А тебе? А мне микрофон. Но не будем мешать творческому процессу, а пообщаемся с мамой, ладой, Стасей Юлией. Здравствуйте. Горды, вот глядя на своих девчонок сейчас. Мы очень горды. Репетировали вчера в полночи, пока ехали, репетировали. Они все ждали. Говорят, вот мы на «Голос» поедем сниматься. Я говорю, нет, пока еще рано. Что с этой записью станет впоследствии? Ой, ну, всемирный архив. На день рождения включим. Бабушке как раз день рождения. Будет горда. Девочкам предстоит серьезные операции. Для успешного выздоровления необходимы дорогостоящие ортопедические приспособления. Напомню, стоимость только одной пары туторов около 100 тысяч рублей, а они нужны обеим малышкам. Помочь Курдановым просто. Для этого достаточно отправить смс на номер 3434 со словом «звездочки» через букву «Е». И с вашего счета спишет 100 рублей. Если вы хотите пожертвовать большую сумму, укажите ее после слова «звездочки» через пробел. Пример вы сейчас видите на экране. Собранные за неделю средства будут переданы маме близняшек Юлии. С вами была Милана Киржакова. Берегите себя и своих родных. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok